Привет, мои дорогие любимки, мои девочки! Сегодня такой день будет, точнее ночь, ночь гаданий. Сегодня я постараюсь погадать на разные темы. И сейчас для затравочки давайте с вами погадаем на ваших любимых мужчин. Давайте посмотрим, чем они сегодня занимаются, что их волнует, где и с кем он сейчас. Сейчас я буду гадать на игральных картах. Эти карты итальянские, очень хорошего качества. Они, в принципе, очень похожи на те, которые у нас продают, да? Но вот формы, формы самих знаков на них немного другие. Пики немного вытянутые, другие немного выражения глаз, лиц у фигур. И сами они такие, хоть и атласные, да, но такие очень-очень приятные. В общем, сейчас мы помешаем. И будет гадание называться, где и с кем он сейчас. Посмотрим, что его волнует, что его тревожит, чем он занимается. Так, выберите, пожалуйста, своего короля, на которого мы будем с вами гадать. Так, червовый сегодня первым попался. Загадывайте на него. Дальше пиковый. Дальше у нас бубновый. Чей бубновый, девочки? Разбирайте. Сегодня мы ему почистим перья. И крестовый. Крестовый этот вредина. Перемешиваем карты. Выкладывать будем по самому такому хорошему, ну, как по моему мнению, методу. В четыре ряда по девять карт слева направо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Сейчас подвину камеру, и вы сейчас увидите все. Так, давайте начнём с левого верхнего угла и будем двигаться в правый нижний угол. Так я читаю карты, как на русском языке, как говорится, как мы читаем, так и говорим. Итак, первый у нас король, который выпал, ищем тут никого, выпал червовый. Как он выпадал первым, когда мы его загадывали, так и он выпал сейчас. Давайте посмотрим, что у него. Так, девочки, он выпал между двух девяток. Это значит о том, что он сейчас, знаете, как на чаше весов что-то взвешивает в своей голове. Одна чёрная, другая у него красная карта. На чашах весов взвешивает какое-то решение. А по другим картам, которые тут выпадают, мы сейчас расскажем, что он взвешивает. Неприятный разговор и десятку червовую он взвешивает. То есть он сейчас взвешивает. У него был какой-то неприятный разговор. Какой именно связанный с червами. Любовный разговор. И после этого он как-то серьёзно очень задумался, быть или не быть ему с этой женщиной, с которой он разговаривал. Иметь ли с ней дела или не иметь дела. Её сейчас рядом нету. Это не та женщина, с которой он может находиться. И вот смотрите, девять, девять, девять. Вот у него вот так вот девятки через одну выкладываются. Это говорит о том, что он реально примет серьёзное решение. Сейчас он раскачивается. Но вот кто-то из его жизни точно исчезнет. Какое-то решение примет. Дальше давайте посмотрим, что у него впереди. И впереди прямо над ним выпала дама Бубновая. Это говорит о том, вот, кстати, с червовым тузом, говорит о том, что он в ближайшем времени встретится с какой-то светлой женщиной. Кстати, она не молода, я бы сказала. Она вроде бы похожа и на его мать, да. Кстати, я думаю, это мать всё-таки. Даже других вариантов не буду говорить. И я вам скажу, у него тут пика выпала со слезами. Женщина со слезами и с Вальтом Червовым. Это женщина, которую он покинул. Она будет плакать в ближайшем будущем, будет переживать. У неё были с ним любовные отношения. Да, вот так вот сегодня Червовый. В прошлом у него были какие-то заботы с деньгами связанные. Ну, в принципе, прошлое. Не буду уже говорить его. Дальше давайте посмотрим следующего короля, который выпал. Это король Бубновый выпал нам. Он выпал с Восьмёркой Бубой, с Червовой Дамой. Так, девочки. Это говорит о том, что тоже среди, кстати, одинаковых парных карт, между двумя восьмёрками он выпал. Опять же, эти восьмёрки повторяются. Я имею в виду, как у Червового Короля. Красная и чёрная восьмёрка выпала. Это говорит о том, что он тоже какое-то хочет принять решение. Раскачивается туда-сюда. Но он раскачивается не один. Он раскачивается с этой своей Червовой Дамой. Это тоже я бы сказала, что больше всего мне напоминает всё-таки мать, чем какую-то другую женщину. Мать. Он спрашивает совета, как поступить дальше. Мама, кстати, его склоняет к каким-то решениям взять что-то. Ну, как в кредит что-то взять, да. Взять в долг взаймы. И, кстати, смотрите, у него тоже выпала так. Восьмёрка, восьмёрка. Через одну карту тоже восьмёрка. То есть, вот так вот через одну выпали восьмёрки. Как девятки выпали у Червового Короля. Я вам скажу, эта женщина, которая с ним сейчас находится, она не права. Она его склоняет к тому, к чего делать не надо. Потому что вот здесь идут тузы, и в этих бумагах, которые ему дадут, как говорится, будет что-то такое подложено нехорошее, неприятное. Какая-то афёра, я бы сказала, обман какой-то. И вот его, эта женщина, не зная, склоняет к какому-то обману. Он сейчас, как говорится, о любви, о любовных отношениях не думает. Вот. Дальше давайте посмотрим. Снизу остались ещё у нас два интересных короля и с Дамой Крестовой. Ну, что я вам могу сказать? Король Крестовый выпал с Дамой Крестовой. Вот у меня как-то на днях было то же гадание, которое было, где и с кем он сейчас, и Король Крестовый выпадал с Дамой. И вот мне самой было интересно, всех королей Крестовых, которых я знаю, я у них спрашивала, вот, а что ты делал в тот момент, да, когда я гадала на Крестовых? Я вам скажу сразу, девочки. Когда выпадает Крестовый с какой-то Дамой, вот так прямо лежащей, он в прошлом гадании выпадал с Дамой Крестовой, это значит, что он с ней и находился. У меня не было ни одного короля Крестового, который в жизни не подтвердил бы это. И каждый с разной, ну, с разной Дамой Крестовой. И это может быть даже не сколько физическое нахождение, сколько какая-то переписка. Потому что один король Крестовый, когда он выпадал с Дамой, он не хотел признаваться, что он находился с Дамой. Но буквально сегодня оказалось, что он сидит на сайтах знакомств. Вот такая вот история. И я подозреваю, что Крестовая как раз была у него там. Дальше давайте посмотрим, с кем он выпал ещё. С Королём Пиковым. Это, знаете, с одной стороны, если Король Крестовый находится в отношениях с Дамой Крестовой, это значит, что он злится на неё. Очень причём злится. Что-то задаёт на него какая-то обида. На её неправильное поведение, потому что возле неё выпало две шестёрки, две чёрных шестёрки, и с её стороны только эти чёрные карты. Говорит о том, что он очень злится. Вот так вот, знаете, с крюком идёт карта. Крюком. Дальше. Либо, если говорить о том, что если он вдруг не злится, вы с ним не ссорились, ничего. Если он находится далеко, он может проводить время с двумя людьми. То есть с Королём Пиковым, каким-то тёмным молодым человеком, либо пьяницей, который бухает, либо который уже надрался. Но так как тут не выпало мне никаких других пивных карт, я бы всё-таки вот этот момент отложила бы. Скорее всего, он просто реально злится на свою эту крестовую даму, которую он сильно думает, чем где-то находится с другими. Вот так вот. И, кстати, вот в этой линии выпало три шестёрки. Раз, два, три. Три шестёрки говорит о каких-то метаниях, я бы сказала. И дама крестовая думает о своих каких-то походах, что-то хочет, какие-то планы, новые дороги какие-то. И из-за этого король на неё злится. Но в то же время он сам запланировал вот эти вот дорожки. То есть он думает, что, может быть, она ему где-то изменяет, и он почему-то в этом более чем уверен. И в то же время он сам, сам вылеплен из такого же теста, да? Крестовый и крестовая. Он, что на неё злится, тем он, говорится, сам и страдает. Где они сейчас находятся? Где и с кем он сейчас? В принципе, давайте пройдёмся ещё раз по королям. Червовый сейчас находится один, он что-то решает. Дальше бубновый, он находится, скорее всего, со своей мамой, с родственницей какой-то. Либо, может, с женой они решают какой-то кредит взять, не взять. Никуда они не идут, у них впереди, в принципе. Нет такого, чтобы они какие-то яркие эмоции получали сегодняшним вечером, да? И крестовый, крестовый всё выясняет отношения. А теперь разберём нашего пикового, где и с кем он сейчас находится. А вот как раз-таки пиковый находится не один. Об этом говорят вот эти вот соседние карты. Мы его теперь будем рассматривать. Сейчас он будет в центре, да? Пиковый сейчас находится с другими какими-то людьми. Я бы сказала, что это, скорее всего, какая-то служба его, работа его, чем какой-то отдых. Потому что идёт какое-то утро, конец смены, хочется сказать. Впереди у него выпадает как сменщик. Потому что, смотрите, крестовый, крестовый, крестовая фигура, да? Люди, которые связаны одним. И его просто мы выделяем, как человека, на которого мы гадаем. Вот так вот выпало сегодня. Либо, если он не работает, он всё равно находится с какими-то людьми, которые связаны между собой какими-то коллегиальными отношениями. То есть коллеги они. Вот такие вот карты выпали мне сегодня. Всё, девочки, спасибо за внимание. Будем гадать дальше. До встречи.